Стартуем, да Сделали мы все свои дела Делишки Тронулись в обратную сторону Маршрут какой там тебе проложил Через трешку, скорее всего Трешку мы захватим Это Москва-сети Нет, мы не с той стороны поедем Что это такое? Так, ну а сейчас Хорошая освещенность для Задней камеры Субтитры сделал DimaTorzok Справа у нас опять ВДНХ Памятник рабочимой колхозницы И чуть дальше Музей космонавтики Едем по проспекту мира В сторону центра Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, вот разгрузились Полчасика потерял Общаясь с Лешей И сейчас выехали обратно Но пока находимся только на проспекте мира Подожди, а ты с Олей сегодня встречаешься? Вообще, ну с утра опять перенеслась Они едут смотреть квартиру Снимать опять Ну, в общем, едут смотреть квартиры Это в два места Мы договорились созвониться там в 4-5 И решить, где, когда чего Да, ты скажешь, это дал бы больше делать Так, квартира на смотку Проспект мира, двигаемся в центр Да, теперь положим Вот когда уже Болевarent Беларусь Просто Рашили Беларусь 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Поливалки ездят, поливают вверх, тем самым охлаждая температуру на дорогах. Наконец-то в Москве настало лето. Да, лето пришло неожиданно. В августе. Ох, с правой стороны, да что ж ты за лапы-то. Будьте здоровы. Спасибо. И что, сломался или авария? Наверное, ЗТП, потому что он стоит еще один. Вон, левый, правый бок у него потерт. Ну что, он подрезал троллейбус. И получил задний целый. Троллейбус. 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 Тролильбус. Субтитры делал DimaTorzok В последнее время в Москве начали штрафовать за парковку на инвалидных местах И прибавилось количество машин на дороге со значками, что за рулем инвалид Хотя вполне возможно, что он никакого отношения к инвалидам не имеет Но для этого стоит 100 рублей эта наклейка Но кроме наклейки нужно еще иметь документы Вот я не знаю, сейчас эксперимент Закрепил микрофон, внешний микрофон под уголовником Не знаю, будет помеха или нет Вообще нужно эту булавку, такую прищепку Прицепить воротнику куда-нибудь Плохо то, что при включении внешнего микрофона на диктофон Встроенный микрофон не отключается И любое малейшее прикосновение к корпусу диктофона Вызывает шум, шорох, помехи То есть тут тоже нужно будет дорабатывать Может чехол из поролона, может Пенопласт не пойдет Корпус микрофона надо Как-то защищать, изолировать Рисковать не буду Микрофон вытащил Наблюдаем иногда в зеркало, ладно? За второй камерой Я смотрю, как видите? Еще часа Курера Продолжение следует... 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 Съезд на нашу любимую Волгоградку За которого все и стоят за поворотом Но Волгоградка никогда не была для меня любимой Я предпочитал антроповский Это в кавычках Да Волгоградка Я помню свой первый видеорегистратор попел Давно это было Камера стояла 0,3 мегапикселя Ну да, даже еще хуже Я вот поездил, недельку поснимал Почти в упор не видно номера автомобиля даже Очередной инвалид И поехал в магазин сдавать Ну, в интернет-магазине брал Там его приняли без проблем И тогда я По-моему А, Доту Такая ферма Дотика взял Очень хорошая камера Сколько раз она падала Отцеплялась В конечном итоге Разбил объектив Трещина была По диагонали Но что удивительно На съемке это никак не отразилось Вы бы видели Что и где? Дяденьку В этой машине Который ехал С инвалидскими значками Ну Может быть будете перематывать Смотреть Шайба Может быть в заднюю камеру видно Ну Не похоже Не похож на инвалида Так ну Только голова у него настоящая Остальное у него все искусственное Не, ну конечно Разные бывают же инвалидности Ну Просто с виду С виду не очень похож Я ничего не говорю Никого не настраиваю Просто мысли в слуху Так Хрен кто пропустит Да? Тон тебе? Ага Обычно, когда благодаришь аварейкой, они сигналят, что вы видели. Ты знаешь, одни бы бибика не раздавались в городе. Я бы не был таким. Кабрика. А? Я в свое время на Кабрике накатался. Меня уже этими кабриолетами не удивишь. Почему ты это? Кабриолет на встречу проехал просто. Я не видел. Так, Андроповский проспект. Хочу теперь джип GLE. Что вы говорите? Мерседес GLE. С пулеметом на крыше? Да, нафига. Просто для комфорта. А я какую хочу? Мерседес. Е-класс. Или S-класс. Нет, этот. Граневик. Шестерку. Да, шестерку. Так, на Антроповском проспекте. Вот сколько проехали с правой стороны джипа, с правой стороны джипы почти все автоледи. Ну, вот этот, это не джипа, тоже девушка за рулем. Семен 093. Харитон Татьяна. Нижний, кто там? Вот, Мерин с правой стороны автоледи. По-моему. Нет, Toyota. Вот, Suzuki 155, девушка. Вот джип, Land Cruiser, Range Rover. Вот, на красненькой Audi. А Владимир, кто там, не видно? Парень. Если женщины автоледи, то мужики кто? Автоджентльмены, что ли? Парень. Понял. О, кажется, говорит правой. Ну, Андроповский в своем амплуа Движение очень плотное Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Полом нужно угадать, какой рис. Потом будут просить видеозапись готовки плова. Готовки, приготовление. Ну, приготовление. Так, подожди, с той стороны был взрыв тогда? Взрыв здесь вот справа был. А, проехали уже? Да, мы чуть-чуть проехали. Ну, в заднюю камеру сейчас видно будет, где спуск в метро, где стоит палатка пресса, был взрыв ну, этого газового баллона. Это не теракт, ничего просто раздолбай, работали, вот и вот это, по-моему. Ну, а также Подожди, не это метро? Нет, нет, он сзади. А также здесь, в каком-то 2002-2003 году на перегоне между Коломенской и Павелецкой в метро или между Автозаводской и Павелецкой на Автозаводской Павелецкой был взрыв В тот же год обрушилась крыша в аквапарке Это на Мхаде, что ли? А? На Мхаде? Ну, где-то там, то ли Хинки, то ли Матища, где-то там это было. Не, по-моему, на Западе. Нет. Это где-то на Север. Так, 13-й регион, кто это? Где-то издалека туда, на восток. Республика Мордовия Слева от нас, но его не видно Коломенский парк Кстати, там часто проводят ярмарку мёда. Приезжают со всей России. Ну, сейчас, по-моему, ярмарка мёда проходит в этом на Манежке. Ой, не знаю. Вот справа что-то устроят. Какой-то шатёр. Наверное, чтобы свадьбу играть. Да. Кто-то подсуетился. Направо был съезд на Коломенский. С правой стороны Нахимовский проспект начинается. Коломенский проезд, а там дальше за метро Каширской начинается Нахимовский проспект. За часы Каширской начинается Нахимовский проспект. Короче, с такими гидами, как мы, не забудетесь. Ну и не найдём здесь. Сначала Коломенский проезд. Выходящие в Нахимовский проспект. Так, как поедем? Через метро или налево в туннель? Не знаю, как лучше. С правой стороны не видно, наверное, онкологический центр. Тухина. Видно? Да, поехали направо. Кстати, коробка на трюк, а нет, на светофоре. Да, и светофор. Но они всё равно быстрее проедут, чем мы. Я просто так. И не в целях. В целях пока 20. Ты же не накатался, да? Да. На метро и не катайся. Так, с правой стороны... Следующая стадия будет... Пока действую ещё рынок продуктовый. Но тут всё можно купить. Следующая стадия будет видео поездок на метро. Ну что, идея, между прочим? Сейчас пик. О, нет. Прямой эффект. Сейчас одно удовольствие на автобусе ездить. Когда все стоят, а по выделинке... Сколько, интересно, маршрутов в Москве? Ну, по тысяче, наверное. По каждому... ...маршруту проехать. Давай. Так, ну, в движении мы уже 45 минут. Ну, примерно час туда, час назад. Каширское шоссе, что ли? Да, поехали на Каширское шоссе. Набрало по-алитарски уходишь, что ли? Это что за страна? А вот... О, нет. О, нет. О, нет. И справа поехали к кинотеатру. Мечта. Но сейчас... ...не действующий. Там открыли магазин. Вечерние сеансы в кинотеатре стоят 350-500. А раньше ты по утрам ходил, да? Вместо школы. Не в местную школу, а в местной истинной. Так, 48-й реке. 48-й это Липец. Вечерние сеансы в кинотеатре стоят 50-500. Вечерние сеансы в кинотеатре стоят 50-500. Вечерние сеансы в кинотеатра стоят 50-500. У нас не вступлю в пустую вокзал Продаю Парку даю Не продаю, короче Сейчас уже сколько? Года, наверное, три, да? Два? Как сделали этот съезд на разворот, на поворот, на бруды Раньше на кошерке был Прям с кошерки сворачивали Пробка растягивалась на два на три километра По вечерам Зимой И постоянно аварии здесь Постоянно Наверное, выберу как-нибудь время Приду на пригорке, сяду Настрою аппаратуру Ну, за два дня точно можно будет аварию заснять Пересекли кошерку и Поехали на Борисовские пруды Поехали на Борисовские пруды Поехали на улицу Поехали Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...